Всем доброго времени суток, друзья! Этот расклад личный, индивидуальный, он для Инны. И мы сегодня посмотрим, так уж ли одинок загаданный человек, как это кажется или как он хочет это представить, например. То есть человек достаточно закрытый, и что происходит в его личной жизни, абсолютно не ясно, если наблюдать за этим со стороны. Ну и человек, естественно, особо не распространяется о том, что у него происходит. Поэтому мы сегодня попробуем посмотреть, что в действительности в его жизни, как он проводит свое свободное время, что он будет делать в эти выходные. Ну, скажем так, сегодня уже, наверное, пока расклад будет выложен, полдня пройдет. Но, по крайней мере, сегодняшний вечер и завтрашний день, как он планирует провести, мы тоже посмотрим. И первое, что мы смотрим, это сигнификатор его личной жизни. И здесь есть две карты, которые выпали, скажем так, по своей воле, хотели на эту позицию лечь обе. Ну, посмотрим. Возможно, у личной жизни две стороны, поэтому выпадают два аркана сразу. Почему он решился с вами перейти на ты? То есть, что его внутренне к этому сподвигло? Что для него к вам изменилось именно с того момента, как вы перешли на ты? Ну, то есть, он перешел в отношении вас на ты. Как он планирует провести эти выходные? Чем заниматься? Как он видит сейчас свою личную жизнь? Это тоже сигнификатор, но уже с его стороны. То есть, это сигнификатор не истинный, а то, как видит он. Ну, хотя истинный и то, что видно со стороны, могут совпадать, конечно. Тоже сигнификаторы быть похожи. Что о личной жизни сам думает? Как он себя ощущает именно в плане отношений с женщинами и в плане своей личной жизни в общем? Каковы его намерения по отношению к своей личной жизни, можно сказать так же? И мы теперь посмотрим, как он видит свою личную жизнь, но уже не на сегодняшний день, а в ближайшие 2-3 месяца. Это может быть колоссальная разница. Может быть, он действительно что-то планирует и что-то хочет менять. Есть ли у него дама? Ну, здесь вот две карты выпадают. То ли две дамы, то ли это двоякое отношение такое в этой ситуации. Как влияет на его отношение к вам, его личная жизнь? То есть, он связывает вообще как-то это с вами и что для него, вот какое-то энергетическое пересечение вас и его отношения и его личная жизнь? Как это влияет на вообще его отношение к женщинам, наличие в его жизни вас, то есть наличие вас рядом вообще? О какой сфере своей жизни он размышляет в свободное время? То есть, это может быть не личная жизнь. Может быть, он наоборот думает постоянно о работе, о личной жизни, особо не уделяет времени в своих размышлениях. Может быть и так. Каким своим эмоциям он дает выход именно в личной жизни? Чем занимается в свободное время? Какие жизненные планы он строит на ближайшие 6 месяцев? То есть, наиболее важные события, по его мнению, какие должны произойти? Что для него самое-самое значимое? Насколько женщины или женщина, если она есть, влияют на него? Я поясню сейчас эту позицию. То есть, если мы видим сейчас, что есть женщина, например, да, то мы смотрим, как конкретно она влияет на него. Если человек свободен, если сейчас женщины у него нет, то в принципе, как могут женщины, которые что-то значат в его жизни, это может быть мать, это может быть, там, допустим, строящие ему глазки, дама, это может быть бывшая жена или кто-то. Вот как они могут влиять на его жизнь, каково наиболее сильное влияние, какую власть они могут иметь? Или человек вообще не обращает на них внимания в своих каких-то бытовых делах? Чем вы можете его заинтриговать? Ух ты, три карты. Ну, вы знаете, меня уже заинтриговало то, что ложится три аркана. Сегодня колода решила, видите, у нас поговорить, выбросила нам четыре дополнительных аркана на расклад. Ну, и, конечно, предупреждение для вас от карт. И совет. Что сейчас вам можно предпринимать в отношении этого человека, а что не стоит? Ну, и мы начнем трактовку к первому, к первой позиции, возвращаемся к первому вопросу. Сейчас мы смотрим, каков вообще сигнификатор его личной жизни. В его личной жизни есть дама Пентаклий, которая проявляет достаточно серьезную инициативу. Но это не значит, что у них отношение. Например, она просто является наиболее значимым объектом в его окружении, например. Ну, и здесь мы сейчас посмотрим. В принципе, можно какая она дама Пентаклий рассмотреть в отдельном раскладе. Но здесь мы ее просмотрим. То есть это тот человек, который способен отказаться ради этого мужчины от каких-то своих интересов. То есть, видимо, кто-то глаз на него положил. Кто-то, кто проявляет инициативу, имеется. Но есть еще один момент. Поскольку ложится карта маг, она может быть не только инициативой, но она также может быть еще и в прямом смысле слова магией. То есть, возможно, есть женщина, которая на вашего избранника ворожит. То есть, возможно, есть женщина, которая прибегает именно к магии для того, чтобы наладить свою личную жизнь и наладить с ним отношения. Если мы трактуем в бытовом аспекте, то значит, что просто женщина, проявляющая инициативу. Если открытой инициативы, вполне ясной от лица какой-либо женщины нет, значит, эта женщина пытается, скажем так, общаться достаточно мягко. Но при этом она использует некие магические, скажем так, процедуры для того, чтобы обратить на себя внимание загаданного вами в этом раскладе человека. Почему он решился с вами перейти на ты? Ну, вы знаете, вообще он был рад. Если вы предложили перейти ему на ты, то для него это было как будто бы подарок. То есть, ему это было приятно, ему это было действительно, знаете как, может быть даже неожиданно, но очень благоприятно. И здесь ложится, опять же, карта, которая свидетельствует об уюте, тем более это карта императрицы. И она говорит о том, что, ну, он посчитал, что так действительно уютнее, так более непосредственно, так меньше касается работы, общения. И для него это некое налаживание именно отношений в личном аспекте, именно не касающиеся работы. Поэтому вот это ты, это благоприятно. Это хорошо, и это значимо, и это для него действительно интересно. И, ну, можем даже сказать, не то чтобы долгожданно, но действительно это такой подарок практически судьбы. Для него ему это очень понравилось. Что для него вам изменилось после вот этого перехода на ты? Ну, вы знаете, для него это было, может быть, достаточно неожиданно, немножко парадоксально. Поэтому пока мы не знаем, как и что изменилось. Но мы знаем, что он, ну, вы знаете, опять же, интересно, вот легли арканы. Карты очень часто говорят о нем, что человек закрытый. Но и как ни странно, вот этот переход на ты заставил его еще немножечко схлопнуться, как ракушка, немножечко закрыться в этой ситуации. Потому что, ну, знаете, он как-то всем происходящее событие переживает внутри себя. Вот что-то случилось, и вместо того, чтобы делиться, например, с вами, вместо того, чтобы это обсудить, человек как думающий, он же, видите, получается у нас логик по своей натуре. Он, когда это видит, он раз, закрывается и обдумывает. Он понимает, что это какие-то изменения, что это какие-то шаги. И он, несмотря на то, что это достаточно значимое событие в его жизни, обдумывает его сам с собой. То есть об этом он распространяться особо не будет, а обсуждать тоже даже с вами в том числе не захочет. Как он планирует провести эти выходные? А выходные он планирует провести как-то, может быть, не очень честно. А что же у нас такое нечестное в этих выходных может быть? Вы знаете, видимо, есть все-таки что-то, что он скрывает ото всех. То есть, возможно, есть дама для интересного, легкого, не обременительного времяпрепровождения. И также мы можем сказать, что эта дама, она, будем так говорить, достаточно скрыта им от общества, от окружающих. Скорее всего, эта женщина, да, это быстротечные, несерьезные отношения, которые абсолютно он никоим образом не афиширует. Скажем так, это из области развлечения. И более того, в этих выходные может случиться конкретно по поводу этой дамы конфликт у него. То есть, он может обидеть эту женщину или дама обидит его. Но в любом случае выходные не пройдут особо безоблачно. То есть, какой-то конфликт, какие-то обиды, какие-то неполадки в отношениях здесь ожидаемы и вполне ожидаемы. То есть, может поругаться, может, например, обмануть девушку, позвонить ей и сказать, что приедет, сам не приедет, она обидится. То есть, вот такие вещи могут быть. Как он видит сейчас свою личную жизнь, сигнификатор? Ну, сейчас он считает, что он ведет себя не очень честно. То есть, мы можем сделать вывод, что, возможно, девушка тоже не свободна. Или по какой-то причине, поскольку он еще, ну, видите, процесс развода не прошел, да. У него есть такое впечатление, есть такое ощущение, что, видите, с одной стороны он одинок, карта одиночества выпадает у нас. А с другой стороны он как будто бы еще не порвал полностью с супругой. Это значит, что у него есть еще некоторое ощущение неудобства, неловкости, когда он заводит где-то отношения, даже одноразовые какие-то отношения. И, ну, он считает, что он делает как-то неправильно сейчас, что он как будто бы живет чужой жизнью. И ему не нравится то, что происходит на сегодняшний день. Он считает, что он тратит свой ресурс на чужую жизнь, на чужое благо. Ну, кстати, возможно, карта говорит о том, что он сейчас считает, что, хотя он, например, помогает деньгами, потому что в любом случае с ребенком он остается связан. И что касается супруги его, то наверняка он дает некоторые деньги, то есть он тратится в том направлении. И он считает, что он сейчас помимо того, что помогает ребенку, еще и может помогать чужому дяде. Это в той ситуации, если у его супруги есть другой мужчина, и те деньги, которые он туда дает, он воспринимает как, ну, такие траты не совсем приятные для себя, естественно. У него сейчас нет какого-то благостного взгляда на свою личную жизнь. Наоборот, ему кажется, что она как раз-таки не слишком задалась. Что он вообще думает о личной жизни? И здесь он считает, ну, вот видите, да, выходит помощь. То есть в любом случае, даже если у него есть какие-то промежуточно очень легкие одноразовые отношения, какое-то общение, то в любом случае человек считает, что он обязан помогать своей семье, то есть бывшей семье, своему ребенку. Но при этом ему не нравится та ситуация, которая там создалась. Как он себя ощущает эмоционально в личной жизни? Ну, вот здесь мы можем сделать вывод, что человек все-таки имеет некоторые отношения, имеет, но эти отношения абсолютно нечестные. То есть они, с его точки зрения, какие-то не очень порядочные. И вот тут создается вопрос, но это можно отдельно даму смотреть, с которой у него отношения, видите? Потому что вполне возможно, эта женщина, о которой идет речь, она не свободна. То есть перспектив развития, да, это тайное отношение, то есть каких-то перспектив развития этой пары здесь не видно. Это отношения, которым суждено закончиться, это отношения, которым не суждено перерасти в брак. Ну, то есть человек вполне может таким образом выливать свою депрессию на сегодняшний день и свои какие-то переживания, которые связаны именно с браком, с его и с разводом, с процессом, который сейчас идет. Ну, и, соответственно, поскольку он действительно не может на сегодняшний день строить абсолютно здоровые отношения, поскольку еще не переболела у него вот эта ситуация, то очень хорошо, что он их таким образом начал строить не с вами, а с какой-то другой женщиной, которая позже просто уйдет из его жизни, когда он будет способен воспринимать адекватно женщину для создания семьи. Сейчас он не может так адекватно воспринимать. Каковы его намерения по развитию своей личной жизни? Никаких у него нет намерений. Вот еще раз подтверждает эта карта, что отношения, которые есть, абсолютно несерьезные. Это отношения, которые начались, во-первых, не так давно, то есть это не многолетняя какая-то любовница, которая существует там параллельно с его семьей, нет. Это вот отношения, которые легкие, ни к чему с его стороны не обязывающие. Они начались не так давно, можно сказать, и никаких перспектив в этих отношениях он не видит и не хочет видеть сейчас. Как он видит свою жизнь лично в ближайшие три месяца? Два-три месяца. Ну вот он надеется, что в течение двух-трех месяцев все-таки удастся развестись. Он все-таки хочет. Ну видите, у них тогда жена уговаривала, получается, не разводиться еще какое-то время. То есть были переговоры с ее стороны. Но и сейчас мы видим, что с того момента прошел некоторый период времени, и у человека все-таки сейчас планы появились разводиться. И он надеется, что в ближайшие два-три месяца эта ситуация с разводом все-таки закончится. Мы можем сделать вывод, соответственно, что он не передумал разводиться. Он хочет разводиться, он собирается. И, скажем так, вот те побочные эффекты, которые сейчас есть, те женщины, которые могут на него сейчас там пытаться делать привороты и прочее. Но здесь можно посмотреть, цепляют ли вообще его привороты. Может быть и не цепляют абсолютно. Ну то есть вот такая ситуация. Так вот интересно она складывается. Но насчет развода абсолютно не передумал. То есть это его основное, ну скажем так, вот это его основная цель. Это его основное ожидание на ближайшие два-три месяца. Есть ли у него нынче дама? Ну и здесь мы видим, что дама, которая его цепляет, есть на работе, но отношений нет. Видите, получается у нас карты, которые говорят о том, что какие-то необязывающие отношения, может быть, однократные какие-то вот такие есть. Есть дама, которой он нравится. Есть отношения с супругой, но не сексуального характера, а просто отношения материально-хозяйственные, которые его мучают на сегодняшний день. И именно если мы будем говорить о постоянной даме, то скорее всего это дама на работе, с которой у него ничего сейчас нет. Он обращает внимание. Ну по всем признакам это у нас получаетесь вы. Как влияет его отношение к вам на его личную жизнь? Ну вы знаете, я вам могу сказать так. Все тут девочки взрослые, поэтому про постель говорить, наверное, можно. А кто не взрослый, тот может выключать видео или перематывать секунд на 20-30 вперед. Как влияет его отношение к вам на его личную жизнь? То есть он может фантазировать о вас. И я скажу больше. Здесь есть карта, которая говорит об официальном браке. Соответственно, он действительно может планировать заключение нового брака, потому что сперва развод, потом брак у нас выходит. Да, видите? Думая о вас, но это пока только мысли. Он вообще пытается думать о личной жизни, размышлять о ней, что-то планировать. И вот из планов вполне может быть официальный брак. То есть человек, который со временем дозреет до этого. Следующий вопрос. На его отношение к женщинам. Как влияет ваше наличие в его жизни? Ну вы знаете, он, скажем так, женщин может опасаться. И есть еще один момент. Наличие вас говорит о том, что он не хочет показывать вам всю свою личную жизнь. И он прячет, прячет свои чувства. А также мы можем сказать, что здесь как раз таки легла карта, которая не о любовнице говорит. А легла так вот эта позиция, что он боится своих чувств в отношениях. Он, думая о вас, боится признаваться прежде всего себе в своих чувствах. То есть вот здесь он сам себе не привносит ясность в эту ситуацию. О чем и о какой сфере своей жизни он размышляет в свободное время? Ну вы знаете, во-первых, он старается не думать особо ни о чем. А если и думает, то думает преимущественно о работе, о делах. То есть о каких-то вещах, которые не касаются любовных фантазий. Каким своим эмоциям он в свободное время дает выход? Ну вот здесь мы видим, что он может проявлять свой юмор. Он может шутить. Он может общаться достаточно весело. Именно тогда, когда он не на работе. Ну вы знаете, в принципе, он достаточно комфортно чувствует себя самим собой. То есть для него одиночество или на данный момент пребывание самостоятельное наедине с самим собой. Оно не является какой-то проблемой, оно не является трагедией. То есть в принципе это тот человек, которому самому с собой тоже неплохо. Ему интересно. Чем он занимается в свободное время? Ну вот здесь вот есть карта, которая говорит о том, что он может разъезжать. Он может куда-то ездить. К друзьям, к родственникам, к знакомым. Ну вот куда давайте посмотрим. Он может ездить в бывшую семью, но он туда ездит к ребенку. Потому что с женой, опять же, здесь я не вижу, чтобы выходили какие-то такие вещи. Но вы знаете, вполне возможно, что у него все-таки есть вот те вот какие-то очень несерьезные отношения. Плюс ко всему и туда он может заезжать. То есть есть карта, которая все-таки говорит о том, что он в свободное время посещает ребенка. Посещает бывшую свою семью. Ну то есть вот карты оказания помощи здесь есть. Ну может привезти деньги, что-нибудь купить ребенку, съездить в гости. Ну и плюс ко всему есть у него такие очень необременительные отношения, в которых он может сейчас состоять. Отношения недавние. Они появились не так уж, скажем так, не так уж давно. Какие жизненные планы он строит на ближайшие полгода? Вы знаете, он хочет просто прояснение всего, что есть вокруг него. То есть вот ему хочется прояснения в отношениях, прояснения в своей семье, прояснений с разводом. Он хочет, чтобы все его оставили в покое. То есть дни вот этой дамочки, к которой он ездит, в принципе в его жизни сочтены дни их романа. Потому что человек хочет разобраться в себе, ему не нужен, как он считает сейчас, для серьезных отношений никто. Но вот эти вот, скажем так, отношения, когда наступил в лужу по дороге, ну бывает. Потому что тоже, скажем так, он не обязан сейчас быть в полном горном одиночестве. Насколько женщина, которая есть, серьезно влияет на него? Есть ли у нее какая-то власть над ним? Нет, это женщина, которая предъявляет ему претензии. Она пытается, ну она говорит, ты же практически разведенный, ты же свободный, давай-ка, как говорится, жить долго и счастливо. Ну, например, я имею ввиду. То есть женщина вызывает в нем некие спорные ситуации и отношения такое вот достаточно конфликтное. И женщина особо никак не влияет на него, мы можем сказать наоборот. Она его заставляет периодически охладиться и подумать более логически обо всем происходящем. То есть никакого такого, знаете, сердечного влияния, никаких советов, к которым бы он прислушивался, здесь нет. Чем его можно заинтриговать? Ну, вообще, вы знаете, легли полностью посоховые карты. То есть, в принципе, это то, что может быть связано с работой и делами. Плюс ко всему выпадают арканы так, что выдают нам снова манипуляции. Но здесь мы откроем еще следующие арканы и увидим. Ну, в принципе, опять совет похож на тот, что бывает обычно и чем можете заинтриговать тоже. Ну, вот здесь могут быть с вашей стороны манипуляции. После этого расклада, я думаю, что вы несколько переоцените все равно ситуацию, которая происходит. То есть взгляните с учетом корректировок. Вот видите, опять любовный треугольник выпадает у нас. И хоть ты что сделай, никуда от него не деться. Но и, соответственно, вы можете заинтриговать некой своей закрытостью и отстаиванием своего мнения. А также желанием учиться и слушать его советы. Но здесь что может быть? То есть по работе даже вы можете в каких-то ситуациях отстаивать свое мнение. Ну, правда, аргументировать его. И объяснять без каких-то вспышек эмоциональных. То есть абсолютно свободно объяснять свою позицию и отстаивать ее. Таким образом, это может вызвать в нем уважение по отношению к вам. Это означает, что он увидит в вас человека, который тоже знает, что он хочет. И поймет, что вы имеете свое мнение, что вы являетесь цельной личностью отдельной. А не, скажем так, какая-то бабочка-пушинка, которая летит туда, куда дует ветер. Но при этом нельзя входить в конфликтные ситуации. Если ситуация при каких-то спорах и защите вашего мнения будет становиться на грамме конфликта, то от конфликта надо иметь мудрость уходить. Что касается предупреждения, карты предупреждают от излишнего доверия и от излишне быстрого сближения. И наоборот, советуют честное общение с императором. Посмотрите. То есть вы должны прежде всего императора воспринимать честно. Вы должны его воспринимать как, ну вот такого, какой он есть. Со всеми его недостатками, со всеми его плюсами и минусами. И вы можете выказывать ему, ну скажем так, некое переживание честное по каким-то ситуациям, по каким-то вопросам. Но здесь вам лучше знать, о чем вы можете переживать. Ну, например, там, чтобы он теплее оделся, там, или чтобы не простудился, или еще что-то. Но при этом не нужно излишне, скажем так, гладить его по шерсти. И не нужно его постоянно, постоянно, скажем так, хвалить и возвеличивать. То есть грубая лесть, которая, по мнению того, кто льстит, может привести к сближению, не поможет. Здесь нужно по-другому. Здесь нужно пытаться находить общий язык. Здесь нужно, опять же, вам, если что-то и советовать, если о чем-то заботиться. Например, вы можете сказать, ой, сегодня такой ветер, а я на вас никогда шапки не видела. Например, одевайтесь, там, прочее. То есть делиться какими-то такими честными наблюдениями, которые не будут воспевать его, поднимая там на какой-то постамент. И вы не будете ему поклоняться. Но при этом вы выскажете уважение и заботу по каким-то абсолютно бытовым вещам. И здесь вот есть все шансы ложатся хорошие карты. И сам император лег, и двойка кубков ложится у нас. Ну и, конечно, ваша самооценка и ваш... Вы можете попросить совета, например, что выбрать, что купить, то или другое. Но ясное дело, что это не должно касаться, например, туши для ресниц. Потому что, ну, человек в этом, естественно, вряд ли что-то понимает. Вот то, что вы действительно можете спросить, я не знаю. Например, горнолыжное какое-то снаряжение. Снаряжение или какие-то, я не знаю, там... Какие-то вещи, в которых он реально разбирается. Вот в них вы можете спрашивать совета. Допустим, что мне купить это или это. Или что мне выбрать это или это. Вот такие моменты могут быть. Но вы его лучше знаете. Поэтому вы узнаете все-таки, что именно здесь подходит вам. Еще один момент. Мне понравилось, что в раскладе выпала у нас императрица. Мне понравилось, что вышел император и двоечка кубков. Но, конечно, вот эта картина, которая по центру у нас в этих позициях показывает, она показывает, что человек на сегодняшний день действительно, ну, как будто бы эмоционально болен. И ему нужно какое-то успокоение. И этого успокоения он ищет в каких-то одноразовых или недолгосрочных связях, что может быть. Но эти связи не являются основой его личной жизни. Это то, что он вполне возможно забудет спустя там несколько месяцев и даже не вспомнит об этом. Потому что перспектив у тех отношений, в которых он периодически состоит, так очень скоротечно. Продолжения никакого серьезного здесь не будет. Ну, а я в любом случае желаю вам удачи. И, ну, в принципе, можно посмотреть отдельно, что за дамочки, как они пытаются на него влиять. Есть ли действительно здесь магическая какая-то, скажем так, ситуация. Или это просто скоротечный какой-то роман. Но в любом случае он, я еще раз повторю, не имеет продолжения. И он не будет его самоцелью никогда. То есть занимает очень малую часть его жизни. А я желаю вам удачи. До встречи. До свидания.